Мы в Париже, и двери в номер у нас аж две. Ручки хрустальные, в шелковый шкаф. В общем, Париж это Париж. Даже на окнах золотые такие ручки, бронзовые торшки. Это после капитального ремонта. В общем, посмотрите, как нас тут встречают. Действительно по-французски. И как бы такая приятная ванна, мраморная. Хочется заснять, все такое белое, чистое, приятненькое. Очень, очень, очень как-то так все это сладко начинается. Надеюсь, у нас будет это все именно в таком сладком, романтическом продолжении. В общем, пока нам очень... Вот мы добрались до Парижа. Знакомые постаменты. Мы встречаемся в самом вешенебельном части. То есть такой район, где вот сейчас вот министерство. То есть мы прошли две секунды, и мы уже вот на этой площади. А наши отели окружают самые дорогие фирмы, Булгари. Да. А где взять деньги? Все, что хочешь. Прям тут колонна. Знаешь, я, кстати, эту площадь... Мы были здесь уже как 12 лет тому назад. Но я что-то плохо помню. 12, 14. 14. А, вот поэтому, наверное. Мы решили гулять по Парижу. Не искать достопримечательности. А пусть нас находят достопримечательности. Да, они везде. Поэтому вот что мы будем видеть, то мы будем снимать. В общем, нам понадобилось полминуты, чтобы разобраться, сориентироваться. А там находится Лувр. Ну, я думаю, что это будет завтра. Это Лувр, Нюма. Это пирамида стеклянная, это Лувр. А Лувр у нас будет завтра. Мы гуляем по чудеснейшему парку. Настолько приятный. Вот мы были только что там, возле этой арки. Люди сидят, смотрят на фонтанчик. Выставили по кругу стульчики. Такая приятная растительность, цветочки. Вроде как такие полевые. Красивый вид. Да, мы в автобусы переходили, но на Москве, по-моему. И плево-басно виднеется. Ну, там уже вот-вот и элисейские поля. Полесо загораживает вид. О! Какие здесь удобные стены. Кто мог подумать, повижу знакомые лица. Такими судьбами! Это египетский обелиск. Вот, можно увидеть эти египетские знаки. Наконец-то мы уже достигли элисейских полей. Узнали знакомые лица? Да, узнали. Все, как шут положено. В общем, мы вспомнили, что расстояние здесь огромное. И чтобы это все преодолеть, я не знаю. Это надо только бежать. Мы проделали половину пути. Половину пути. Дошли до Триумфальной арки. В перерыве. Трешно говоря, расстояние здесь километровое. Там дальше продолжение. Мы начинали наш путь от того полеса обозрения. Вот эти вот прямоугольные формы выхоженные в деревья. Следующий пункт, как вы поняли, Эфелевая башня. Добрались сюда на метро. Вроде бы уже начали разбираться с этим метрополитеном. Ну вот. Мы практически и подножья добрали. Светится. Да, мощно. Вот тот самый вид. Самые центральные точки. Вот такие ноги такие. Конечно, башня великолепная. А тут у подножия такой базар, какой-то взброд. Непонятно, что происходит. происходит. Ну что, ребята, мы здесь. Мы прошли только что такое security. Такая сейчас линия была нами преодолена. В общем, есть еще вагончик, который поднимается высоко, высоко, на тот самый пик. Ну, не знаю. Сейчас уже почти 11, да. Марсово поле вот здесь пройдемся. Работает до 11. Вечер. Вот как снимают. Хочется заснять вот эти вот все лейерсы, эти уровни красивые. Вот, вот он, видите, поднимается. я даже изловчилась и заглянула в эту дырочку. Сейчас мы купим билеты в этой кассе и совершим подъем на вот этом подъемнике в таком лифте на самый верх. Сейчас откроются эти двери и должна приехать эта конструкция такой некий лифт. Ведем. Вот смотровая площадка, посмотри, как красиво. Ну, хочешь, давай здесь посмотрим. Только осторожно. Надо крепко держаться. Боже, какая красота, ребят. Весь Париж как на ладони. Конечно, сейчас ночь. Вид на стену. пропитан. Прекрасно. Вы видите, какая красота? Это мы находимся в самом дорогом универмаге поэта. Здесь просто разбегаются глаза. Я вам скажу, что даже просто не знаю, что ты хочешь купить. Кто-то сделал покупку. Паковали. Такие красивые штучки. Огромное количество духов, такой выбор. мы его уже покинули, потому что невозможно. Столько этажей. Универмаг, как вы поняли, очень красивый. Но надо двигаться. Посмотрите, разбегаются глаза. Мы зашли в магазин. Это какая-то кондитерская. Как украшения выглядят. Обратите внимание, какой-то гигантский хлеб. Это уже другой магазин. Здесь все конфеты Lindell. Ну, наверное, в основном. Тут так пахнет. Посмотрите на эти горы. Париж. Еще один симпатяга, который попался. Есть стеллажи красивые. Мы взяли экскурсию на автобусе. Вот как раз стоим на крыше. Могу заснять по всем деличиям. Вчера я как-то урыв сделал. Очень стеллянная гранида. Сад, в котором вчера гуляли. Да, да. Как раз такое пыльщик озера. Просто прелесть. как раз один за другим мостики отцены. вернется. Собор Парижской Богоматери. мостовый балкончик, где сейчас толпятся люди. Когда так вазигото выглядывал свою эсферальду. Ну, это, конечно, по версии Виктория Гогова. автобусы простоял минут 15. Зажарил нас. А, все. Бывший Монетный двор, а сейчас музей нумизматики. этому согласиям. На этой площади была обезглавлена Мария Антуанетта. Сейчас мы сделаем круг почета и выйдем на Элисейские поля. Я уже могу быть гидом. самая известная парижская шоу Глиток. Оно находится на Элисейских полях. И сегодня в 11 вечера мы будем смотреть шоу Побаре. Вот как раз это шоу, которое мы сегодня увидим. Удивительно, что лихие авиаторы наскорб пролетали внутри этой арки. пролетает раз из части А мы вчера были аж наверху парижском Дом инвалидов. Мы вышли здесь, чтобы пересесть на другую линию, поехать посмотреть симбурские стады. Это Сарвона, самый старинный университет в Латинском квартале. За решеткой виднеются лифсибурские сады, но мы проезжаем мимо. Фонтан четырех сторон света. Там тоже в конце виднеется арта. Известный центр парижской ночной жизни, это квартал Ланфарнас. Мы сейчас продвигаемся по этой широкой улице. Чтобы можно заметить, действительно здесь много разных кафешек. Мы привезли из Англии, чтобы съесть во Францию. Смотри, такую пустушечку поставили. Видал такое? Аферисты. В таком супермагазине. Ну дай одну попробую. Форд Шимон Мэйсон. Ты забыл это название. Не знал, не знал. Мы идем в Лидо. Давай одну, любую. Давай такую. Ничего себе, она уже крошится. Какое нельзя перевозить, ты знаешь? Как, ты выключил? Это вокзал. Отсюда по уезжают выезда. Я сняла загорающих, конечно. Я же не буду только снимать это величественное здание. Я еще хочу немножечко бани. Кстати, я не снимала хоум нашего отеля. Он действительно прекрасен. И заслуживает особого внимания. Такие цветы красивые. И столько все приятно. Мы прощаемся с Парижем, потому что завтра мы улетаем.